Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтингомер. Давайте мериться рейтингами. Как заведено, в пятницу вечером Минюст опубликовал обновление в списке иностранных агентов. В реестр внесен руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлозберг. Положение лидера Псковского «Яблока» и всего отделения оппозиционной партии становится значительно тяжелее. Им сложнее будет найти партнеров и кандидатов, власть будет использовать иноагентскую тему перед выборами. В целом, участие «Яблоко» в избирательных кампаниях затруднено. Ставлю минус пять. Давайте мериться рейтингами. Тем временем получила развитие резонансная история с закрытием трех детских садов в Великих Луках. Мало того, что прокуратура протестовала решение и внесла в адрес начальника управления образования администрации Великих Луг Татьяны Лозницкой два предостережения, так еще и губернатор раскотиковал принятое великолучанами решение и назвал его необдуманным и ни с кем не согласованным. Как следствие, главное по образованию в южной столице получает минус четыре. Давайте мериться рейтингами. Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина оказалась на неделе в центре нескольких горячих обсуждений в соцсетях и масс-медиа. Некоторые темы лежат в плоскости морально-нравственных категорий. Их дискутировать по ним в рамках рейтинга Мировского обзора, наверное, неправильно. Падение ПсковГУ в национальном рейтинге вузов на 219 место – это печальный факт, мимо которого не пройдешь. Но в нашем рейтинге это минус три ректору ПсковГУ. Давайте мериться рейтингами. Минус два заношу в дневники исполняющего обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексея Несмашного и начальника городского управления культуры Дмитрия Яковлева. Причина – в скандальной ситуации, когда власти долго звали горожан. В Зеленый театр в День России на показ фильма «Вызов» с нашей землячкой Юлией Пересильд в главной роли. А вечером 12-го пришедшим к заявленному времени на входе объявляли, что тут кино не будет. Едьте в кинотеатр на другой конец города. Вышло очень некрасиво. Давайте мериться рейтингами. После того, как идущий на выборы губернатор Михаил Ведерников объявил свою тройку кандидатов на пост сенатора, и в нем не оказалось действующего члена Совета Федерации Елены Бибиковой, стало понятно – осенью ее полномочия будут прекращены. В соответствии с нашими критериями это дает основания поставить сенатору оценку со знаком «минус». Впрочем, ограничусь единицей. Ибо наверняка Елене Васильевне найдут место в строю. Если, конечно, она сама захочет. Давайте мериться рейтингами. Нейтральную оценку получает руководитель регионального отделения партии «Родина» Павел Бекташев. Причина – в непонятной позиции по вопросу участия или не участия в губернаторских выборах. Вроде бы в Псковской родине и не исключают выдвижение своего кандидата, однако как будут проходить муниципальный фильтр – непонятно. Так что пока ноль. Давайте мериться рейтингами. Теперь к положительным оценкам. Депутат Псковской городской думы Александр Баев все-таки выдвинут на губернаторские выборы, хотя и без традиционной поддержки ЦК КПРФ. Так или иначе, первый секретарь Псковского горкома уже начал сбор подписей депутатов в районах, что необходимо для прохождения муниципального фильтра и регистрации в качестве кандидата. Ставлю плюс один. Давайте мериться рейтингами. Строчкой выше сразу двое депутатов областного собрания – региональный координатор ЛДПР Антон Минаков и первый заместитель председателя областного отделения «Единой России» Александр Брачиков. Они сошлись лицом к лицу в прямом эфире программы «Армрестлинг» на радио ПЛНФМ. Оба выглядели достойно, провели содержательный поединок и не переходили на личности. Это достойно уважения. Давайте мериться рейтингами. Плюс три получает глава Пскова Борис Ёлкин. Во-первых, работа муниципального руководителя высоко отмечена начальством. Он удостоен региональной награды – медали Александра Невского. Во-вторых, Бориса Ёлкина торжественно приняли в партию. На большом форуме партбилет ему вручил не кто-нибудь, а секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Давайте мериться рейтингами. Плюс четыре ставлю заместителю командующего ВДВ Алексею Наумцу. Генерал включен в тройку кандидатов в сенаторы от правительства Псковской области. И с учетом публично озвученной на конференции «Единой России» позиции губернатора Михаила Ведерникова, именно десантник в сентябре должен получить место в Совете Федерации. Разумеется, в том случае, если на выборах победит кандидат от партии власти. Давайте мериться рейтингами. Максимально высокую оценку получает глава региона. Михаил Ведерников ожидаемо выдвинут «Единой России» на губернаторские выборы. Его кандидатуру поддержало и федеральное руководство, и партийцы из Псковской области. Из событий с участием регионального руководителя особо отмечу поездку на Петербургский международный экономический форум, где руководство Псковской области заключило ряд инвестиционных соглашений на многомиллиардные суммы. Давайте мериться рейтингами. Это был обзор политической активности от господина Рейтинга Мера. В следующий раз встретимся через неделю. Еженедельно, субъективно и задорно оценка активности псковских политиков, общественников и прочих публичных персон в программе Рейтинга Мер. Давайте мериться рейтингами.